Добрый день, здравствуйте, уважаемые друзья, слушатели и зрители моего блога и клуба органического земледелия. Меня зовут Фролов Юрий Андреевич, я биолог, наверное, вы меня знаете уже. Ну, а кто не знает, посмотрите, обо мне можно в интернете легко найти информацию. У меня есть много сайтов, блог мой персональный, чем я занимаюсь, какие направления веду. Сегодня у нас аграрное занятие, и, наверное, вы смотрели уже некоторые ролики по аграрной тематике. И сейчас я хочу немного рассказать о подготовке почвы, плодородной, качественной почве для высаживания семян, для высаживания маленьких проросточков, полученных из вот таких вот парничков маленьких, про которые я говорил. Здесь вот пример огурчики, но посмотрите, какие плотные, хорошие стебли, несмотря на то, что они такие высокие и такие крупные листики. Видите, чего можно добиться, рассада не вытянулась, хотя нету здесь почвы еще. Ну, это как крайний пример, не нужно до такого, конечно, доводить, такого добиваться. Это просто такой пример. Значит, я люблю использовать для рассады вот такие пластиковые из пищевого полиэтилена, экологически чистые горшочки. Это по 400 мл, бывают по 800, двух типов медовые стандартные стаканчики. Этот маленький, бывает 800 большой, более широкий и чуть-чуть выше. Значит, форма круга, шестигранника, тем более, очень хороша, но по многим причинам, об этом я как-нибудь расскажу. Этот пластик, в отличие от других полиэтиленовых пластиковых стаканчиков, гораздо толще. Он также эластичен и он не сломается многие десятилетия. Поэтому это экологично и экономично, я призываю всех хранять, защищать окружающую среду и понапрасну не использовать, не выкидывать никакие продукты, которые в природе огромное количество лет или столетий могут перегнивать. И, конечно, надо, купив раз, пользоваться или всю жизнь, или очень-очень долгие годы. Так, значит, начну буквально с нуля и вкратце, потому что кто захочет подробнее узнать о подготовке почвы, как работать с почвой, с почвенными микроорганизмами, с почвенными микоризами, грибами почвенными симбиотическими, которые входят в симбиоз корневой системы растений, кто хочет понять, почему кедры, которые пересаживают в другие места из произрастания естественных мест в Сибири, даже культивируя в питомниках, через какое-то время могут погибнуть, зажелтеть, и вроде бы причины не ясны. Тут сразу скажу, что причина в как раз тех самых десятках видов симбиотических грибов микориз, которые нет в новой почве, и, соответственно, некоторые питательные вещества, по мере накопления их дефицита, растение теряет, скажем так, иммунитет, а постепенно и уже не может расти. О таких приемах мы будем обязательно с вами рассказывать, чтобы вы понимали. Значит, сегодня почва, и я вам расскажу, значит, вот, пожалуйста, такие горшочки. Значит, как мы готовим почву? Я вообще беру почву из двух мест. Или же это настоящий качественный биогумус, который мы получаем из перегнивания, в результате перегнивания органических остатков, травы, сена, соломы, продуктов компостных куч, так называемых, куда остатки органические очистки мы выкидываем, да? В результате чего? Ведь это может быть долго, а может быть очень быстро. И есть методики, мы используем до 100 видов, ну, это комплексные несколько препаратов, содержат около 100 видов, значит, почвенных бактерий, которые ускоряют процессы почвообразования, а также грибы и черви. Значит, соответственно, мы эти приемы раскроем отдельно. Сейчас у нас маленький ролик, а у меня, например, на живых семинарах вы можете посмотреть, кстати, прошедшие отрывки вот из прошедшего моего, значит, практического занятия семинара, который 29 марта уже прошел. И у меня на сайте, в блоге вы можете найти это, посмотреть отрывочки. Так, кто желает, может приобрести полный курс. Значит, а сейчас я вам вкратце объясню. Значит, я беру почву биогумус, либо я беру некий такой, условно назовем, сапропель, то есть продукты образования органических остатков вот на дне водоемов, либо в береговой зоне, очень плодородные. Но если этот сапропель, конечно, он смешивается с определенной пропорцией, ну, примерно две трети сапропеля, одна треть дерновой земли, или, значит, дерново-подзолистой, или, значит, верхнего слоя почвы, которую вы можете взять где-нибудь в широколистом лесу, ну, или же лучше всего, конечно, свой биогумус, полученный на вашем собственном участке. И вот он, почва эта уже рыхлая, темная, плодородная, вот вы можете видеть, она рыхлая, а более того, я вам скажу, что на две трети объема, а объем можно измерять в литрах, в ведрах, как уже вы меряете, в тачках, все от объема зависит. Вот этой прекрасной почвой, либо биогумуса, либо сапропеля, вы можете взять одну треть соломы, мелко нарубленной соломы, желательно ржаной, но можно любой, и перемешиваете. Таким образом мы создаем такую, как бы, воздушную, мягкую структуру, в эту почву легко проникает воздух. Если мы сюда поселяем бактерии, поливаем настоем с использованием вот некоторых бактерий, штаммов грибов почвенных, то у нас вот не только легкая почва и проницаемая для воздуха, для корневой системы растений, это очень важно, почва дышать должна, вы все слышали такое выражение. Так вот, еще будет эта солома перегнивать, давая дополнительные питательные вещества по мере нашего полива, потому что в почве обитают уже полезные бактерии, если вы их занесете туда, и грибки. Теперь зависит все от того, какие культуры и как вы будете высаживать. Сейчас мы говорим общую теоретическую, как бы, программу действий. Но если у вас нет уверенности, что почва слишком рыхлая, вы, конечно, можете использовать еще и дополнительный интересный такой материал. Это мельчайший керамзит. Да, не везде его можно достать, но, уверяю вас, такой есть. Это 1-3 мм. Малюсенький, он влажный, поэтому он такими комками спадает. Только маленький, мелкий, мелкий керамзит. В отличие от песка, некоторые рекомендуют садоводы песок. Это песок, понимаете, это крупные частички, кварцы, это очень плотные породы минеральные, которые, собственно, утяжеляют почву. И при увлажнении избыточным почва не будет дышать. Ну, а керамзит имеет пористую структуру. К тому же его пористая структура и неправильная дает очень хороший, скажем, субстрат для поселения полезных бактерий. К тому же керамзит может, в отличие от песка, в своем теле, так сказать, потому что текстура пористая, накобить влагу, а потом отдать ее. Очень хороший керамзит, значит, если его использовать внизу стаканчика, в самом, вот на самом дне. Мы ведь, видите, используем стаканчики и просверливаем дырочку на глубине дна примерно сантиметр-полтора. И через эти дырочки, а их две либо три, то излишки воды, если вы перелили случайно, могут уйти, ну, скажем, в лоток. Ну, чтобы они на стол не ушли, это все-таки неэстетично, да и, так сказать, не полезно для хозяйства. А вот мы используем такие в Икеа, покупаем очень дешевые пластиковые контейнеры. Они можно тоже, если аккуратно, бережно относиться, всю жизнь прослужить. И вот мы ставим такие горшочки. Вот это вот 400 мл, их влезает 11, либо в 12, если чуть-чуть поджать. Если вода вылилась, то она у нас в лотке никуда не уйдет. Более того, когда крупное растение, очень крупное какое-нибудь растение перерастет, что называется, ну, скажем, вот, например, посмотрите, такой прекрасный баклажан, которому всего-то, ну, чуть более полутора месяцев от семечка, от проращивания, то корневая система, вы видите, наверное, как переплела горшок. Правда, еще не весь, верхние слои пустые, то есть тут потенциал роста большой, и его можно вырастить и в 2, и даже в 3 раза выше. И он не будет терять темп роста, если применять правильные методики аграрного почвенного земледелия и понимать, что такое почва и что такое питательные вещества, что такое минералы, микро- и макроэлементы, о которых мы будем говорить. Вот. Но здесь уже есть возможность подсушить растение, если вы случайно забыли полить, потому что огромная поверхность листьев, большая масса, большое испарение идет, особенно если высокие температуры и хорошее освещение, а освещение должно быть хорошее. И поэтому в таком случае, когда корневая система заполнила нижнюю часть горшка, и она уже развита, то мы можем, не опасаясь, имея вот такие дырочки, ставить эти горшочки в лотки и поливать прямо, помимо верха, то есть не только сверху, прямо на солому, а эта мульча очень хорошая, об этом я всегда говорю, используйте солому, чтобы не пересушать верхний слой вашего горшка, то тем не менее мы можем не беспокоиться, а налить воду прямо в лоток, чуть выше дырочки вот этой, сантиметр, примерно выше, на сантиметр. Довольно уже через эти отверстия, как говорится, обратным ходом. А загнить корни уже не смогут, потому что только нижняя часть будет в воде. Ведь вы вспомните, что такое аквапоника, ведь выращивают растения, когда корни все в воде практически, да? Ну, когда вода богатая и кислородом, другими газами, растворенными в них, она проточная, несет питательные вещества. Здесь же у нас почва питательные вещества с водой, значит, только нижняя часть корней будет соприкасаться, а здесь воздух ничего не загниет. Так что это тоже прекрасный такой метод. А вот уже подробней о плодородии почвы мы поговорим с вами в отдельных передачах. Если у вас есть интерес, если вам данный ролик сегодняшний понравился, и вы хотите услышать продолжение, если вы хотите видеть новые наши встречи, познавать новые приемы, технологии, то подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь в Клуб Органического Земледелия Фролова, и оставьте свой отзыв, мы обязательно посмотрим, ваши пожелания будут учтены. Мы будем снимать новые видеоролики, и подпишитесь, понравилось ли вам, напишите сегодняшнее выступление, желаете ли вы продолжение. С уважением к вам, Фролов Юрий Андреевич.